Привет, друзья! Сегодня хочу познакомить вас с моим новым помощником на кухне. И это тостер фирмы Китфорд, модель КТ-2047. Те, кто смотрит меня давно, знают, что у меня на кухне много всякой полезной кухонной техники, которая каждый день помогает мне готовить вкусные блюда для своей семьи. Когда-то давно у меня уже был тостер, который сломался, и мне приходилось делать бутерброды на завтрак при помощи мультипекаря. И вот теперь на моей кухне появился он. Тостер фирмы Китфорд, модель КТ-2047. Давайте познакомимся с ним поближе. В комплект поставки входит сам тостер, руководство по эксплуатации, инструкция полностью на русском языке и есть таблица с режимами и временем приготовления тостов, а также несколько рецептов, что очень удобно. Электронная гарантийная поддержка в фирменном приложении Китфорд и много-много разных рекламных буклетов. А также компания Китфорд всегда кладет симпатичный магнитик. Согласитесь, мелочь, а приятно. Можно собрать целую коллекцию. И пополнить свою коллекцию магнитов на холодильнике. Итак, данная модель имеет стильный дизайн. Металлический корпус в цвете серый металлик. На передней панели располагается сенсорное управление. Сенсорными кнопками регулируется степень поджаривания тостов. Благодаря 7 степеням поджаривания, с помощью этого тостера можно приготовить горячие тосты на любой вкус и из любого хлеба. А также имеется режим разморозки и подогрева. К ним я вернусь попозже. В модели КТ-2047 имеются два широких слота для тостов шириной по 4 см. А длина отделения для тостов равняется 14,2 см. Что позволяет поджаривать не только тонкие ломтики хлеба, но и толстые. И это мы с вами обязательно сегодня протестируем. Приготовим классические всем привычные тосты на завтрак. Попробуем приготовить тосты с начинкой. Также данная модель оснащена механизмом автоматической центрации тостов, чтобы их поджарка с двух сторон была равномерно, независимо от толщины хлеба. В целом тостер выполнен отлично. Все швы и стыки ровные, ничего нигде не болтается. И самое удивительное, что если прикасаться к нему сухими чистыми руками, то на поверхности совсем не остается отпечатков, что не может не радовать. Внизу тостера располагаются пластиковые ножки. Также в нижней части корпуса расположен выдвижной поддон для крошек, при помощи которого чистить тостер легко и просто. Рычаг для опускания тостов имеет пластиковую рукоятку, которая не хлипкая и не болтается. Рычаг фиксируется в нижнем положении только тогда, когда тостер включен в сеть. А теперь предлагаю приступить к испытаниям. Перед первым использованием производитель рекомендует прогреть устройство, установив максимальную степень поджаривания, но не загружая ломтики хлеба в слоты для тостов. В данной модели максимальная степень поджаривания равна 7. Устанавливаем тостер на термостойкую поверхность. Как можно видеть, я поставила на разделочную доску. И ждем окончания программы. Также данная модель оснащена кнопкой «Стоп», позволяющей вручную завершить приготовление, разморозку или подогрев тостов. При нажатии на кнопку «Стоп» тостеры включаются, а тосты поднимаются вверх. При повторном опускании рычага загрузки тостов на дисплее высвечивается та программа, которая у тостера была последней. В процессе нагрева слотов из тостера может выделяться специфический запах, так как идет обгорание нагревательных элементов. Это нормально и не является неисправностью. Но в моем случае никакого особо неприятного запаха я не ощутила. Производитель рекомендует проделать эту процедуру 2-3 раза. В процессе приготовления тостера в тостер нагревается, но не критично. Как можно видеть, я прикасаюсь к нему руками вполне свободно. Руки не обжигает. Итак, когда все подготовительные мероприятия завершены, теперь я предлагаю приготовить вкусный ароматный тост. Берем хлебушек для тостов, кладем его в тостер, опускаем рычажок, выбираем необходимую программу степень поджаривания и ждем, когда наши тосты приготовятся. Для первого раза я поставлю режим 4. Посмотрим, как поджарится тост на этом режиме. Также обратите внимание, что наш хлебушек отцентровался. Если верить таблице, приведенной в инструкции, четвертый режим равен 3 минутам приготовления хлеба. Но мне кажется, что мои тосты стали готовы гораздо быстрее. Ни в коем случае нельзя вынимать тост металлическими предметами, вилками, ножами или кухонными щипцами, так как металл проводит электричество. Посмотрите, какой румяный симпатичный тост у нас получился. Пока тосты еще горячие, я намажу их шоколадно-ореховой пастой и выложу ломтики банана. Мои детки просто обожают такие тосты на завтрак. Вместо бананов можно использовать любые ягоды и фрукты, но так как на дворе зима, то из свежих фруктов на моей кухне оказались только бананы. Вот такой сладкий вкусный тост к чашечке чая или кофе на завтрак у нас получился. А теперь предлагаю приготовить тосты с начинкой. Пока я бродила в интернете в поисках подходящего тостера, наткнулась на вот такой гаджет для кухни. И это многоразовые пакеты для приготовления тостов с начинкой. Я думаю, что это незаменимый гаджет для тех семей, кто любит горячие бутерброды на завтрак. Итак, приступим к приготовлению. Берем ломтики для тостов. Я намажу их небольшим количеством зерновой горчицы. Также их можно намазать майонезом, кетчупом или любым соусом, который вы любите. У меня вот такая горчица в баночке. Затем на ломтики хлеба выкладываем любую начинку, нарезанную тонко. Это может быть сыр, колбаса, помидор, огурец, зелень, салат и так далее. Все, что вашей душе угодно и все, что вы любите кушать на завтрак. Сверху всю эту красоту накрываем вторым ломтиком хлеба. И получается вот такой вот всем привычный бутерброд с начинкой, который мы все привыкли готовить в мультипекаре. Но сегодня мы приготовим его в тостере. И для этого необходимо запихнуть всю эту красоту в пакет для горячих бутербродов. Это занимает немножко времени. Ловкость рук и все готово. Все прекрасно получается. Но при условии, что начинка нарезана тонкими ломтиками. Теперь пакет с нашим горячим бутербродом отправляем в тостер. Выбираем необходимый режим и ждем. Для приготовления тоста с начинкой я выберу пятый режим. И если верить таблице производителя, на его приготовление уйдет 3 минуты и 40 секунд. И вкусный ароматный горячий тост с начинкой у нас готов. Вынимаем его из пакета. Вы только посмотрите, какая золотистая аппетитная корочка. Расплавившийся сыр. Вы даже представить себе не можете, какой стоит аромат. Жду не дождусь, когда я сделаю себе чашечку кофе. А пакетик остается практически чистым. Максимум, что необходимо, сполоснуть его водой при необходимости. И если верить производителю, то использовать такой пакетик можно до 30 раз. А может даже и больше. А теперь давайте посмотрим, что же получилось с нашей начинкой внутри. Посмотрите, сыр расплавился, колбаска подогрелась. По-моему, ничуть не хуже, чем в мульке пекаря. А на мой взгляд, даже лучше, потому что мыть ничего не нужно. Заварил чашечку кофе и наслаждайся. А в конце хочется добавить, что покупкой тостера фирмы Китфорд КТ 2047 я очень довольна. Тостер меня очень радует. Теперь каждый день на завтрак у моей семьи вкусные ароматные тосты с разной начинкой. К покупке однозначно рекомендую. И если вы ищете себе тостер, то присмотритесь к этой модели. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения. И жду вас вновь на своем канале. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!